Добрый день, дорогие студенты! С вами на связи студия Азарт и я, Софья. Сегодня мы с вами будем делать тарелку. Не такую тарелку, из глины. Нет, мы будем с вами делать сегодня тарелку из бумаги. Для этого нам понадобится бумага, нитки, желательно толстые. Если нет толстых ниток, можно использовать бечевку. Я сегодня буду использовать бечевку. Карандаш, ластик и что-то круглое можете попросить у бабушки или у мамы тарелку с кухней. Поехали! Итак, ребята, нам понадобится твердая бумага, ножницы, это наш секретный ингредиент, карандаш, ластик, у меня бечевка. Вы можете взять какие-то толстые нитки, это будет очень здорово. Круглый предмет большой, круглый предмет маленький. Можете взять тарелку и блюдечко с кухни. Главное не разбейте. Первое, что мы с вами делаем, это берем большой круглый предмет, у которого круглая донышко, ободочек, вот так. Берем карандаш и обводим его. Делайте это ровненько, не торопитесь. Замечательно! У нас получилось основание тарелки. Мысленно с вами намечаем центр. Где же он у нас? Можете его пока разрисовать, ничего страшного. Где-то вот здесь центр нашей тарелки, центр нашей Вселенной. Кладем относительно круглый предмет, поменьше. Это донышко. Если хотите тарелку повыше, возьмите предмет поменьше, как стаканчик, например. Обводим. И сейчас мы с вами делим нашу тарелочку на сектора. Сейчас у каждой полосочки рисуем крылышки. Делаем такие узенькие треугольнички. Теперь вы можете закрасить треугольнички карандашиком. Не шибко ровно. Нам просто надо будет знать, что мы должны вырезать. Замечательно! Берем секретный ингредиент нашего блюда. Ножницы. И вырезаем. Сначала большой круг. А потом треугольнички. Посмотрите, у нас с вами получился подсолнух. Вот так делали тарелку стол подсолнух. Теперь берем наши уголочки и подгибаем их немножко. Они у нас должны ровненько стоять по линии. Готово! Теперь наша нитка. Мы ее берем, отматываем кусочек. Кончик кладем внутрь. И играем в игру. Положили. Пальчиками придерживаем. И смотрите, на первый кусочек мы набрасываем, а потом убираем назад. Набрасываем. Убираем назад. Набросили. И спрятали. Вот такая штучка у нас получается. Дальше мы идем по такой же схеме. Вот здесь нету. Оставляем. Здесь есть. Прячем. Вытаскиваем. Прячем. Итак, мы с вами оплетаем всю нашу тарелочку. Делаем из нее плетеную корзинку. Итак, мы подходим к окончательному нашему финальному этапу. Плетение корзиночки. У нас такая тарелочка. Корзиночка. Получился, если ручку сделать, можно загребаем пойти. Итак. Вот мы с вами закончили. У нас остались краешки. Их можно либо подогнуть, чтобы наше плетение не расплеталось. Кончик мы с вами отрезаем. И прячем его, либо завязываем куда-нибудь. Можно спрятать его внутрь. Крэшки мы с вами подгибаем. Крэшки мы с вами подгибаем. Вот такая симпатичная тарелочка-корзиночка у нас с вами получилась. Мы можем убрать в нее туда все, что захотим. Присылайте свои работы. Я буду очень рада на них посмотреть. Получится ли у вас такая корзиночка-тарелочка? Можно менять нитки, делать разноцветную ее или яркую, либо взять цветной картон. Попробуйте. И обязательно присылайте, покажите. До скорых встреч, ребят. Пока-пока.